Ха-ха-ха! Я-я-я! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Доброе утро, мои прекрасные зрители! Ну что ж, хорошее утро начинается с хорошего вечера. Мы проснулись примерно в 7.30. Сейчас Данечка уже завтракает, а я наливаю свой любимый чай. Смотрю в окно. Сегодня будет очень красивый день, хотя достаточно морозный, потому что на траве есть ини. Добавляю куркуму. Ну, возможно, многие зрители заметят, что кружечка-то у меня не чистая, но это потому, что я завариваю чай с вечера, выпиваю кружку чая перед тем, как уйти спать, сижу с детьми у камина и оставляю эту заварку, и на утро ее завариваю. Таким образом, мне не нужно ждать, чтобы мой чай заваривался, потому что с утра, я думаю, многие представляют, времени нет. Данечка традиционно кушает что-то сладкое, хотя часто, точнее несколько раз в неделю, мне удается дать ему просто яблоко на завтрак, но сегодня не тот случай, также еще и потому, что мне нужно сегодня пойти в душ, поэтому, в общем-то, я решила пойти по пути наименьшего сопротивления, дала Данечке вафлю, он был доволен и счастлив, потом я оставила его перед камином смотреть мультик, обычно все-таки он играет, потому что я собираюсь очень и очень быстро. Ну что ж, я убегаю в душ, уже помыла голову и покажу вам, как я сушу волосы, потому что часто мне пишут Яна, что ж вы волосы-то свои не укладываете. На самом деле, я укладываю свои волосы, просто, как и любые мягкие волосы мои, очень сильно реагируют на влажность и быстро укладка выходит из состояния укладки. Обычно, если мне не нужно сушить волосы, приводить их в порядок, то я посвящаю эти 10 минут, конечно же, самомассажу лица. В общем-то, ничего интересного, сушу волосы, конечно же, сначала у корней, и всем советую так делать, раньше я не знала этой хитрости, и подсмотрела ее, конечно же, у парикмахеров, сначала они сушат волосы у корней, и после того, как волосы практически сухие, они на самом деле на 90% уже сухие, я беру свою щетку с крутящейся головкой Babyliss, если вы хотите стать обладательницей фена за 500 евро, это фен, конечно же, знаменитый, забыла, вылетел из головы Dyson, фирмы Dyson, то могу сказать, что я, в общем-то, как человек, который уже много лет пользуется Babyliss щеткой с крутящейся головкой, могу сказать, изучив все видео, просмотрев все туториалы, могу сказать, что вот такая щетка за какие-нибудь 50 евро, когда я ее покупала, она стоила дороже, совершенно точно может вам заменить то, что сейчас на рынке в целом стоит 500 евро, я говорю, конечно же, про полный набор, который предлагает Dyson. Вот таким образом я выглаживаю волосы, я так и не научилась делать брашинг при помощи щетки, хотя если постараюсь, то, в общем-то, смогу сделать достаточно неплохую укладку, но когда у меня есть под рукой вот такая щетка, то мне за ненадобностью делать брашинг при помощи самой обычной классической круглой щетки, и этим феном, феном-щеткой, точнее, щеткой с крутящейся головкой, которая подает горячий воздух, я прохожусь так же часто и с утра уже на второй, либо на третий день, когда мне просто нужно причесать волосы. Ну что ж, вот так выглядят мои волосы, возможно, многие спросят, Яна, а где же рисовая вода? Нет, сегодня я рисовой водой волосы не ополаскивала, у меня просто не было на это времени, и эффект, на самом деле, от рисовой воды, он накапливается. Многие заметили изменения в моих волосах, действительно, они более гладкие, более блестящие, и я считаю, что это, конечно же, рисовая вода помогает мне и сохранять укладку, и получить вот тот блеск, который, допустим, сейчас совершенно точно виден на камеру, мне кажется, мои волосы выглядят более чем прекрасно, более чем здоровыми. Ну что ж, время сейчас примерно 8.20, я сделаю легкий макияж. Для макияжа я буду использовать только два продукта, это тушь для бровей, почему-то многие мне написали, Яна, Яна, у вас тушь на бровях? Ну да, у меня тушь на бровях, специально предназначенная для бровей тушь от MAC, самый-самый светлый тон, и я наношу также тушь на ресницы, вот такая я получаю, с большим носом, потому что камеру держу очень близко. И, в общем-то, да, это мой макияж на утро и на целый день, потому что не считаю нужным что-то еще для себя использовать, ну да, не считаю нужным и все. Данечка, поехали в садик, выключай. Хотите встать этот кокос? Ну что ж, Данечка надевает не очень охотно ботинки сам, я настаиваю, чтобы те вещи, которые дети могут делать сами, делали сами. И меня часто спрашивают, на каких языках говорит Данечка. Дома мы с ним говорим на русском языке, так же, как и с Егором, так же, как и с Габри. Но могу сказать, что дети, все трое детей берут гораздо чище и легче итальянский язык. И могу сказать, что да, у меня совершенно точно, точнее у нас совершенно точно в семье все дети билингвы. И в определенный момент английский язык на эти два языка, на русский и на итальянский, ложится так же очень и очень хорошо. Ну что ж, Данечка обувается, одевается, все, что может делать, делает сам. Я тоже надеваю пальто, надеваю свой любимый свитерок, Данечку отправляю вызывать лифт. Он тоже не всегда, не всегда охотно это делает. Сегодня я буду с сумкой, потому что я сегодня поеду на рынок, надеваю имеющиеся у меня очки. Те новые пока мне еще не перепаяли. Ну что ж, мы готовы к выходу, мы уже у лифта. Не очень торопимся, потому что, несмотря на то, что мне пришлось принимать душ и проводить себя в порядок, мы, в общем-то, с Данечкой не опаздываем. Ну что ж, мы в машине, время 8.37, до сада ехать ровно 5 минут, и мы отправляемся в сад. Сегодня прекрасный солнечный день, не намека на туман, но накануне был очень сильный штормовой ветер. Мы даже не гуляли, хотя обычно после сада всегда выходим на прогулку. И все, сейчас я попрощаюсь с Данечкой, он побежит в сад. В последнее время Данечка очень спокойно и хорошо, и легко со мной прощается, и с удовольствием бежит в группу. Ну что ж, дорогие зрители, доброе утро всем. Сегодня у меня несколько странно закреплен телефон, потому что солнце, и я еще не поняла, как мне снимать в машине, если я нахожусь здесь, на парковке, у детского сада. Я показала вам свое утро. Единственное, что с волосами я могу сказать, что я завила плойкой челку, потому что челка очень сильно у меня попадает мне в глаза. Это всегда неудобство отращиваемой челки. И что я хочу вам сказать, на какой вопрос сегодня хочу ответить. Сегодня я хочу ответить на вопрос о коронавирусе. Меня много достаточно в комментариях спрашивают, почему я не освещаю эту тему, боюсь ли я сама. Могу сказать, что недавно нам пришло письмо из английской школы, а также из детского сада, из Егоркиной школы. Почему-то ничего мне не пришло. Где нас попросили всех родителей сообщить, был ли наш ребенок последние 15 дней и собирается ли в ближайшие 15 дней в Китай. И, соответственно, это было все очень срочно. Попросили это сделать. Прямо-таки письмо пришло. Попросили это сделать в течение каких-нибудь 12 часов. То есть далее, что называется, дедлайн, до которого нужно было сообщить. Извинились школы и дирекция школы за то, что это все нужно сделать очень срочно. И, соответственно, вот такая ситуация. Что я могу сказать? У нас в английской школе очень много китайских детей. Я об этом говорила, когда Габрюшечка начал ходить в сад. И я, в общем-то, достаточно спокойна, потому что, когда мы были здесь в Италии, и была вот эта ужасная ситуация, то ли с птичьим гриппом, то ли со свиным гриппом, я не помню. Егорка у меня был очень-очень маленький, но я жила в какой-то информационной просто изоляции. Я ни о чем не знала. А когда узнала, уже, что называется, было поздно, уже все прошло. И потом я увидела через какое-то количество даже лет, как все это происходило, как были переполнены паникующими людьми, у которых просто поднялась температура, как были переполнены пункты приема, пункт, пронтос-окорс, это получается, скорая помощь. А я всего этого не знала. У меня не было телевизора. Тогда я много раз рассказывала. Мы жили на съемной квартире. Именно там я получила привычку. Извините, все время смотрю сюда, потому что у меня не крепится телефон. И, соответственно, я уже потом узнала о тех ужасах, которые происходили. И, оглядываясь назад, я могу сказать, что это было кому-то на руку. Потому что я знаю, что люди, которые собирались отдыхать той зимой, в итоге не поехали. Возможно, поехали в Сочи, которая тогда имела новую инфраструктуру. Но, в общем-то, я во всем, на самом деле, в этом, что происходит, вижу очень большой финансовый подтекст и очень большую экономическую составляющую. То есть вот мой скептицизм, который мне был свойственен всегда, который к 40 годам развился еще больше. В общем-то, на все это я смотрю, на все эти кадры. Очень многие кадры вообще мне кажутся постановочными. Потому что то, как проверяют, например, в аэропортах, прикладывая градусник к людям, колбу, мне кажется, вообще какая-то постановочная версия чего-то. Потому что мы все знаем, что вирус имеет инкубационный период. И даже если у человека есть температура, либо ее нет, он все равно может быть носителем. То есть вот эти все меры, которые принимаются, я не думаю, что они к чему-то могут привести, если мы действительно имеем дело с вирусом. Потому что нужно либо закрывать границы и ограничивать передвижение свободных людей. То есть, ну, на самом деле, вот как-то так я на все это смотрю. Единственное, что у нас в марте, в начале марта истекают виды нажительства. И вот эта ситуация меня несколько беспокоит. Я, конечно же, пойду в квест-туру, которая занимается выдачей документов в повязке. Это совершенно точно. Потому что там всегда 90% это китайские граждане. И, соответственно, я не поведу в этот раз детей. Вплоть до того, что я уже обсудила это с мужем. У них истекут их виды нажительства. И потом, поскольку дети могут находиться в стране по закону, по конвенции о защите права детей, даже без документов каких бы то ни было. Соответственно, потом просто, если ситуация будет аховая, если вирус у нас здесь в Италии, на данный момент два случая коронавируса. Это китайские граждане, китайская пара. Они путешествовали, побывали в Риме, Флоренция, Венеция, возможно. Соответственно, если ситуация будет прямо-таки, когда много-много случаев коронавируса будет здесь у нас в регионе. А, конечно же, Италия и всей Европы, это страна, которая принимает огромное количество туристов, в том числе китайских, она находится, скажем так, в самой ситуации невыгодной из всего, наверное, Евросоюза, из всех стран Евросоюза. То, в общем-то, у детей истекут виды нажительства. И потом я буду их присоединять к своему. И процедура эта сложнее, процедура эта более дорогостоящая. Но вот я, на самом деле, не поведу их в очаг, во-первых, где большое скопление людей, тем более людей из Китая. Это совершенно точно, мы с мужем уже приняли решение. И что еще я хотела вам сказать по поводу коронавируса, вылетело у меня из головы. Вспомнила, вспомнила по поводу коронавируса. Я наблюдала, когда отвозила свою сумку, точнее несколько, чтобы поставить инициалы. Кстати, очень интересный вопрос, я знаю, зачем вам инициалы. И я, наверное, вынесу в отдельное видео, зачем вообще персонализировать какие-то вещи. С одной зрительницей у меня завязался интересный диалог. Я ее знаю как зрителя достаточно давно. Она написала, Яна, ну зачем, зачем этот снобизм, эти инициалы, на что я ей написала, чтобы как в детском саду свою сумочку не потерять. А потом у меня, опять же, проснулось чувство юмора, и я написала ей на самом деле... А потом у меня проснулось чувство юмора, и я дописала ей на самом деле бесплатно ставят. Это, соответственно, как дырки в ремне лучше наколоть побольше, раз уж бесплатно, не знаешь, похудеешь, либо поправишься в будущем. Так же с этими инициалами бесплатно ставят, тем более в Эрмейсе нужно поставить. Но на самом деле я расскажу свою причину в отдельном видео, почему же я ставлю инициалы. И всем советую, если вдруг вы покупаете сумку, и производитель может вам оказать такую услугу, она всегда, ну, насколько я знаю, всегда бесплатна, соответственно, почему стоит это сделать. Так вот, возвращаясь к коронавирусу, я была в магазине Эрмейс, и в определенный момент заходит группа китайцев. На самом деле, вот группа китайцев звучит как-то уничижительно, как будто бы я не хотела бы, чтобы это так звучало. И вообще на этих распродажах я крайне мало хожу вообще по магазинам, тем более распродажи. Но я зашла по мере Тренч и в один магазин, и там было только две китайские семьи. Это огромный магазин, люксовые товары только. И всегда, я помню, на распродажах там были очереди в примерочные. Но кризис настолько сильный сейчас здесь в Европе, что, в общем-то, пустые магазины, они были более или менее заполнены перед Рождеством, когда люди готовились к Рождеству и покупали подарки. Вот тогда еще какое-то движение внутри магазинов было. А сейчас, на самом деле, одни китайские граждане, либо люди, которые живут здесь, имеют виды на жительство, возможно, имеют даже итальянское гражданство, не знаю. И, соответственно, вот только они являются покупателями того люкса, который рассчитан, наверное, все-таки, прежде всего, наверное, на местных жителей. И вообще, я часто рассказываю в своих видео, что Италия испытывает огромный кризис, финансовый кризис. Я это вижу и наблюдаю. За те 10 лет, которые я приехала, очень многие вещи поменялись. Например, дети, которых я, опять же, видео про детей, как одевают итальянцы, детей своих, рассказывала. Для меня было удивительно, насколько дорого всегда были одеты дети. То есть, вот родитель может быть очень просто одет, а ребенок с ним идет, у него пуховик Монклер, у него там, не знаю, пуховик Бербери, то есть, вот читающиеся такие марки, очень-очень дорогие. Ты пальто себе за эти деньги можешь купить, а таким образом одет ребенок. И, соответственно, вот этого больше нет, так же, как и нет посетителей в люксовых магазинах. Так вот, вернемся к ситуации, которая произошла в РМС. Заходит китайская семья. Это была именно семья. И, скорее всего, они были туристы, потому что были трое маленьких детей, было примерно пять взрослых. То есть, такая большая группа зашла. Я сначала не совсем поняла реакцию продавцов на этих посетителей. Причем они, эти две семьи, по всей видимости, они были очень воспитаны. Они просто зашли, они совершенно точно умеют себя вести в таких магазинах. Они встали, показали себя, что они зашли, и они стали ждать, когда к ним подойдет консультант. То есть, я тоже рассказывала много раз, что не принято тут же бросаться к витринам, что-то трогать, у кого-то что-то просить. К тебе должны подойти так же, как и в ресторане. Тебя должны в ресторане посадить. Ты заходишь, тебя все видят, ты ждешь. К тебе подходят, тебя сажают за тот столик, за который считают, нужно посадить так же в магазине. Вот они стоят, ждут. И я не совсем поняла, не считала, что за странная реакция. То есть, на них все посмотрели продавцы. Как-то между собой продавцы переглянулись. И только сейчас я связываю это с коронавирусом. Потому что я посмотрела видео Вероники Степановой, где она сказала, что да, сейчас вся политкорректность будет забыта. Это совершенно точно. И ситуация, я уже рассказывала в видео, что итальянцы очень снобы в определенных местах. В определенных, точнее, вещах. А в том, что касается национального признака, так тем более. Соответственно, я думаю, что сейчас китайские граждане почувствуют на себе вот эту демократию и лояльность, так называемую. Именно так называемую. Потому что я совершенно точно знаю, их никто не хотел обслуживать. Чем закончилась эта ситуация, я не знаю. Я бы, наверное, если бы сразу считала, почему она была такой вот непонятной, почему продавцы стали переглядываться. Я бы осталась и проследила, возможно, бы даже что-то засняла. Но я не поняла сначала, почему вот такое замешательство между продавцами. Ну что ж, сегодня четверг. Я обожаю четверг, рыбный день. Кстати, скоро я запишу видео. Наверное, мои влоги уже для многих являются анонсом моих ближайших видео. Я запишу видео о седых волосах, потому что я посмотрела другое видео. Я, на самом деле, всегда стараюсь назвать авторов других видео, но у меня, на самом деле, память не схватывает. Поэтому, благодаря своим зрителям очень многие делятся информацией потом. И понимаю, о ком я говорю, за что большое спасибо всем зрителям, которые участвуют потом в диалоге. Я расскажу вам о седых волосах, о том, к какому выводу я пришла. И это не случайно, как раз-таки эта тема всплывает сейчас, потому что сейчас я поеду за рыбой. Я подумываю серьезно везти в свою рыбу, вернуть, точнее, вернуть в свой рацион именно рыбу. И в видео о седых волосах обязательно расскажу, что я узнала и памятью своей, что называется, вернулась назад, проследила определенные вещи. Потому что я рассказывала, что у меня в определенный момент после стресса было много седых волос. А потом они выпали, по всей видимости, новые седые не выросли, а сейчас появились. Ну что ж, я сейчас поеду на рынок, а потом я поеду в Паду, потому что сегодня тепло-тепло-тепло. Кстати, вот так я сегодня выгляжу. Я обожаю так выглядеть, потому что мне очень нравится смешивать спортивные вещи. Сегодня у меня так называемые спортивные треники и все остальное классическое у меня. И у меня, конечно же, свитерок. Почему, конечно же? Ну, не всегда, конечно же. Но просто у меня свитерок с рынка, и я очень горжусь такими покупками. Я часто говорю, что действительно за 1000 евро купить хороший свитер, это сложно, но возможно. А вот за 100 евро, а точнее за 90, а потом еще поторговаться, потому что мы два брали, мне и мужу, это действительно нужно уметь. Вот у меня свитер сегодня такой классный, он с рынка. Дорогие зрители, на этом я, пожалуй, с вами попрощаюсь и прерву свой влог, потому что он получился очень интересным, но и очень долгим. На рынке я нашла антикварную лавку, и многие меня просили заснять подобные вещи. Я их засняла, расскажу вам подробнее о рыбе, о том, как я ее научилась чистить, ну и также о своих находках антиквариантных и не очень. В следующем влоге на этом с вами прощаюсь. Это была Инна Скворцова. Всем пока-пока.